Великий пост у православных христиан предваряет Пасху Христовую. Спаситель постился в пустыне 40 дней. Его примеру следуют и христиане перед Пасхой. Рассказывает благочинное Иверского монастыря Нафанайла. Подъем в половине пятого утра. При этом за стол монахини садятся только раз в сутки в один часов утра после утренней службы. Сегодня в меню щебез мяса, рис на воде, овощной салат, пирог с изюмом и компот. Энергии от этих блюд должно хватить до отбоя в 9 вечера. До этого времени монахинь ждут работы по хозяйству и в храме. Постоянная молитва и вечерняя служба. Пост великий располагает именно к покаянию. Что такое покаяние? Покаяние – это признание своих грехов, каяться пред Господом во всем содеянном плохом, просить Господа начать новую жизнь. Ну какая может быть Пасха, если человек, например, объедался, опивался, гулял, смотрел телевизор. Без поста Пасхи быть не может. Новая жизнь у бывшего железнодорожника Евгения Подхалюзина началась 10 лет назад. Тогда он впервые перешагнул порог свято-воскресенского мужского монастыря. Начинал теперь уже инок Нифонт простым рабочим. Потом стал послушником. И ему доверили печь просфоры – специальный хлеб для богослужения. В этот великий пост Нифонта постригут в монахи и дадут новое имя. В миру такая пословица – терпение и труд все перетрут. Надо терпеть, молиться, любить Господа, и все получится. И все посты будут нормально преодолеваться. В первую неделю Великого Поста в рационе сырые овощи и фрукты. Затем только вегетарианская пища. А в среду и в пятницу еда без растительного масла. И так почти полтора месяца до пасхального воскресенья. В этом году оно приходится на 16 апреля. Как говорят христиане в таких случаях – Бог в помощь. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.